Путешественник, фотограф, педагог. Владимир Снатенков посетил около 150 стран мира. Родом из Оренбургской области. Уже почти 30 лет живет в немецком Гамбурге, откуда делает вылазки в Россию и разные уголки мира. Встреча с путешественником стала возможна благодаря случайному интернет-знакомству. Просто увидела его страничку, заинтересовалась и поняла, что бывает человек в России, живет в Гамбурге. И кто его знает, может быть, ответит мне на мое предложение, когда будет в России, посетить нашу библиотеку. Показывая фото из поездок, Владимир Снатенков признается, любовь к путешествиям появилась уже во взрослом возрасте. В детстве я, конечно, даже не думал, и не только в детстве, в некоторой юности не думал. Но когда я первый раз в Оренбургской области увидел туристов, а это было поздно, ну, то есть 20 лет, да, уже после армии, мне очень понравилась эта среда. Я попал на слет, они пели, такой народ хороший, какие-то соревнования проводились, да, на байдарках плавали. И я вот разом полюбил эту публику. Всего в мире около 200 государств. Получается, что Владимир посетил три из четырех. По словам путешественника, его не интересуют те страны, где нельзя изучать местную глубинку самостоятельно, как, например, в Северной Корее. А вот страны так называемого третьего мира наоборот привлекают. В том мире, в третьем мире, какой-то оригинальности больше, потому что люди живут обычаем, и эти обычаи не стандартизировались. Это не глобализированная часть человечества. Еще я люблю Срединку Африки. Допустим, Нигер, допустим, Чад, Судан, Конго. Это страны, которые вы там себя настоящим путешественником чувствуете, потому что там нет вот этих аккомодейшн, в общем, развитых структур. В таких странах, по словам Владимира Снатенкова, живы традиции с прошлых веков, что и делает их особенно интересными для посещения. В то же время в некоторые не стоит ехать, не имея солидного опыта. Это тяжелая атмосфера для путешествия. И прежде всего это бандитизм, притом бандитизм не обязательно от каких-то особых групп. Это полицейские часто ведут себя как бандиты. И это тоже один из видов опасности. Я просто назову, например, то есть, допустим, Конго. Их две страны, вот большая Конго, Конго и Кеншаса, это тяжелая страна. Допустим, Нигерия, это тяжелая страна. Допустим, Сомали, но вас туда еще и не пустят. В случае неприятности ни о какой самозащите речи не идет. Единственная возможность – договариваться с местными. Но желание возвращаться в такие страны никуда не пропадает. Следующее путешествие Владимира Снатенкова намечено на февраль. Он планирует посетить Намибию. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.